Всех приветствую! В этом видео мы познакомимся с двумя микроконтроллерами семейства ATtiny. ATtiny 13 и ATtiny 85. И научимся их прошивать используя в качестве программатора Arduino Uno. Собственно эти микроконтроллеры младшие братья семейства ATmega, то есть того самого семейства которые установлены в Arduino. Например ATmega328 основа Arduino Uno, а ATmega2560 основа Arduino Mega. По внешнему виду оба данных микроконтроллера идентичны. Каждый имеет по 8 ножек, распиновка тоже одинаковая. Основные для нас отличия заключаются в том, что ATtiny 13 имеет 1 килобайт флеш-памяти, то есть памяти для хранения программ. 64 байта оперативной памяти SRAM и 64 байта энергонезависимой памяти EEPROM. Тогда как ATtiny 85 имеет 8 килобайт флеш-памяти и по 512 байт оперативной памяти и энергонезависимой памяти. Еще одной особенностью является то, что цена ATtiny 13 более чем в два раза ниже чем ATtiny 85. Поэтому если для выполнения задачи характеристик ATtiny 13 хватает, то лучше брать ее. Это удешевляет стоимость готового изделия. В качестве программатора будем использовать Arduino Uno. Выбираем файл, к примеру, Arduino ESP и предварительно проверив правильно ли у нас выбрана плата и компорт, загружаем скетч в Arduino. Теперь Arduino Uno работает в режиме программатора. Вывести его из данного режима можно просто загрузив любой другой скетч, например тот же Blink. Начнем с ATtiny 13. Размещаем ATtiny на макетной плате. Тут важно заметить, что отсчет пинов начинается с ножки, возле которой присутствуют круглые углубления, либо треугольник, либо, как в нашем случае, то и другое. Отчет ведется против часовой стрелки таким образом, что восьмой пин находится напротив первого. Соединяем пин 1 ATtiny с десятым пином Arduino, 4-ый пин ATtiny с землей, 5-ый с 11-ым пином Arduino, 6-ой с 12-ым, 7-ой с 13-ым, а 8-ой с выходом 5 вольт Arduino. С помощью конденсатора на 10 микрофарад соединяем Reset и GND Arduino. Длинная плюсовая ножка к Reset, а короткая и минусовая к земле. Возвращаемся в Arduino IDE, открываем файл, настройки и в поле дополнительные ссылки для менеджера плат вставляем ссылку на ATtiny 13 из описания к видео. Переходим в инструменты, плата, менеджер плат. В списке находим нужный нам пакет для работы с ATtiny 13 и нажимаем установить. Далее открываем стандартный скетч Blink. В соответствии с дата-шитом нулевой пин Arduino соответствует пятому пину ATtiny. Привяжем стандартную константу LEDBullTIN к нулевому пину Arduino. А в соответствии с дата-шитом это у нас будет пятая ножка ATtiny. В качестве платы выбираем ATtiny 13, остальные значения оставляем как есть. Вначале в ATtiny нужно записать загрузчик. Уточняем, что в инструментах программатор выбрана Arduino SISP и нажимаем записать загрузчик. Это делается один раз. Теперь загружаем сам скетч Blink в ATtiny. Убираем скетч, загрузить через программатор. Загрузка успешно завершена. После загрузки скетча подключаем длинную ножку светодиода к пятому пину ATtiny, а короткую через резистор 220 Ом соединяем с землей. Светодиод начинает мигать. Теперь проделаем ту же процедуру с ATtiny 85. Извлекаем из макетки ATtiny 13 и на его место ставим ATtiny 85. Возвращаемся в Arduino IDE, копируем ссылку для ATtiny 85 из описания и вставляем в дополнительные ссылки для менеджера плат. Переходим в инструменты, плата, менеджер плат и устанавливаем пакет для работы с ATtiny 85. В платах выбираем ATtiny 25, 45, 85. Процессор ATtiny 85. Клок internal 16 МГц. Вначале как и в случае с ATtiny 13 записываем загрузчик. А далее загружаем сам скетч-блинк в ATtiny. Светодиод мигает. В дальнейших проектах там где нам будет хватать характеристик ATtiny 13 мы будем использовать именно его. А в более сложных проектах ATtiny 85 или более мощные микроконтроллеры. В следующем видео я расскажу как работать с аналоговым портом ATtiny 13, получать из него данные, обрабатывать и выдавать нужный нам результат в цифровой порт. Спасибо за просмотр. Кому понравилось ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok